Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Денис, и мы продолжаем проходить такой квест, как Broken Sword, Сломанный Меч, Тень Тамплиеров. Так, в общем, я говорил, что мы начнём спрашивать копов о ситуации, так что вперёд! Приятного просмотра! Сержант Моэ? Да? Так, а где... Вы не знаете человека по имени Хан? Скользкий тип со шрамом на левой щеке. Нет, мсье. Он ещё называл себя Томас Мойерлин. Прошу прощения, мсье Стопбард, но я такого не знаю. Он имеет какое-то отношение к взрыву в кафе? Да. Думаю, имя Хан он использовал, когда покупал костюм. Так, а где чувак? Вы не слышали о человеке по имени Марке? Да, слышал. Он известен как Моле Монмартра. Я слышал, он госпитализирован, вероятно, одним из конкурентов. Так. А в какой он больнице лежит? В клинике Хагенмейера, Авеню Дерриссон. А, нам этот чувак всё сказал. А почему его называют Моле Монмартра? Потому что он живёт на Монмартре, я полагаю. Да, но почему Моле? Не знаю. Может, он портил людям одежду. Я был одним из последних людей, видевших погибшего перед смертью. Что вам до него? Я чувствую себя как-то обязанным перед ним найти убийцу. Предоставьте лучше это властям, мсье. Он разговаривал с вами? Говорил вам что-нибудь? Нет. Он только кивал головой и улыбался. Пусть это вас не волнует. Идите домой и постарайтесь забыть о случившемся. Ну да, конечно. Побухать, анимешку посмотреть. Ага, конечно, чувак. Хрен тебе. Так. Я знаю, кем был убит. Его звали Плантарт. Вот как? Вы его знали? Нет, но... Мы будем знать о нём всё. Очень скоро. Я стараюсь оказать вам помощь. Вы поможете нам больше всего, если отправитесь домой, мсье. Да, мягко они его посылают. Увидимся позже, сержант. Ну и хрен с вами. Так, надо ещё в музей Крун отправиться. А... Опять никого? Ладно. Так, вот и больница. Так, она чё-нибудь знает? Простите. Да, сэр? Это клиника Хагенмейера. Именно так. Мне показалось, что я оказался посреди сада. Ах, растение. Это была моя идея. Немного зелени, чтобы пробудить дух природы. Чем могу быть полезна? Так. Я хотел бы видеть Жака Марке. Ах, вот что. Борусы не к нашего клиента, сэр? Да, я его... давным-давно потерянный брат. Ах, брат. С двое моложе его, с другой фамилией, американским акцентом. Да, люди всегда так говорят. Я никого не виню. Нас разлучили в раннем детстве из-за путаницы с колясками. В Оклинском парке. Ничего не слышал более чудного за всю свою жизнь? Полагаю, нет. Посмотрите на эту визитку. Так вы, Лайерлин? Марк, я спрашивал вас. Меня? Да. Он выкрикивал ваше имя, когда его сюда запихивали. Дайте подумать. Он был помещен в В-12, насколько я помню. Ох, его перевели в... О, боже! Он теперь в G2. Это... Под надзором няни Грэндель. Так, и... Какое несчастье случилось у няни Грэндель? Она стержит пациентов так, будто это южноамериканская тюрьма. Не вижу ничего преступного в том, чтобы держать хорошо дисциплинированную няню. Хорошо дисциплинированную? В дисциплине и способах наказания она даст форму маркизу десаду. Все, что я хочу сказать в силу вообще, должно делаться строго по правилам. Шесть часов подъем. Шесть десять зарядка и горе тому, кто недостаточно усерден. Эти ее пациенты прямо как собаки Павлова. Она разговаривает как настоящее привидение. Это еще что? Так. Ммм, наверное, все. Спасибо за помощь, мэм. Всегда рада. Так. Блин, а быстрее можешь, блин, стобарт? Так, в смысле я не туда пошел? А что, сюда надо? Он же вроде... Что за тупость? Да ты достал! В смысле? А почему он только туда идет? Что за бред? Я что, не до конца поговорил, что ли? Простите. Да, сэр? Ладно. Если няня Грэндаль в самом деле так плоха, как же администрация ее терпит? Она как элемент обстановки. Картина постепенно вырисовывалась. Эта женщина была ревнива с большой буквы R. Где я могу сейчас найти нянечку Грэндаль? Вниз по коридору налево, потом направо мимо комнаты старших консультантов. И снова направо, мимо кофейного кресла. Медведь как раз пошел мимо администраторской сауны. И снова налево, наконец, это G2. Успехов! А, ну тогда понятно, да. Спасибо за помощь, мэм. Она дорога... Я рада. ...сказала. Я просто думал, можно самому добраться. Не, нифига. Как только я зашел за угол, как сразу увидел источник адского шума, который эхом разносился по коридорам. Это был полотер, за которым шествовал странного вида человек. Здравствуйте. Что-что? Я говорю, здравствуйте. А, залет! Можно вас на минутку? Я так и знал, что вы это скажете. Не надо быть таким догадливым. Как бы плохо ни шли дела, я никогда не сдаюсь на милость судьбы. Да? А в чем ваш секрет? Это просто. Нужно всегда улыбаться и насвистывать веселый мотивчик. Знаете что? Если вы начнете свистеть, я дам вам зубы. Это серьезно. Не знаете, где найти пациента по имени Марке? Нет. Мистер Блеск не дает мне интересоваться такими вещами. Вы не видели здесь двух типов, шныряющих по коридорам? Нет, сэр. Но я не вижу повода для беспокойства. Да, мистер Блеск. Вы позаботились об этих негодяях? Да, держу пари. Таким другом я никого не боюсь. Должно быть, он очень удобный. Да, он такой. Кстати, мистер Блеск, это случайно не ваша машина? Пожалуйста, не говорите так. Он не машина, он мой друг. Мистер Блеск у меня уже три года и еще ни разу не подводил. Как вы могли так привязаться к палатеру? Я же просил вас не называть его так. У него есть имя, вы же знаете. Ах, да, мистер Блеск. Это прямо как... Кажется странным, не правда ли? Мне все равно. Остальной персонал считает меня чокнутым. Я слышал, как они шептались за моей спиной, когда я чистил мистера Блеска. Ха-ха. Увидимся позже. Да. Берегите свое здоровье. Так, надо его отвлечь. Давай, стобард. Полотер включался в эту резетку. Полотер включался в эту резетку. И... Ты издеваешься? Здравствуйте. А, привет. Только никакого свиста, ладно? По рукам. Так, я что-то не понял, а что... Вы узнаете человека на фотографии? Кто это? Я вас об этом спрашиваю. Вы его раньше не видели? Откуда я знаю? Вы же мне не сказали, кто он. Да посмотрите же на фотографии. Ну и? Так вы его не видели. Нет. Увидимся позже. Да. Берегите свое здоровье. Эй, туда нельзя. А как сюда войти? Я несу ответственность за этот буфет. Ну, наконец-то, можно. Ну, давай. Когда я выдернул штепсель из резетки, машина закашлялась, дернулась и затихла. Мистер Плеск, что с тобой, приятель? Давай. Ну, в дверь заходи, тупой придурок. Давай. Ты серьезно? Нахуй смотреть, как он... Да-да, блядь, быстрей. Хитман, блядь. Хитман, блядь. Спасибо, няня. Вам потребуется это, доктор? Она одарила меня длинной узкой металлической коробкой и сияющей улыбкой. Спасибо. Посмотрите на пациента в кровати номер три. Его зовут Эрик Сотмарш. Не содержится ли у вас пациент по имени Марке? Да, мсье. В отдельной комнате в конце палаты. Ему предписана строгая изоляция. Разве он в карантине? Если вы хотите знать больше, обратитесь к Геру Хакенмейеру. Я знаю только то, что его комната строго изолирована. Вы не знаете, кто заплатил за комнату Марке? Нет, конечно. Такое привилегированное состояние должно быть влетает в копеечку. Это не моя забота, мсье. Так, ясно. Спасибо, няня. Так. Ладно, разговариваем с чуваком. Здравствуйте. Есть кто живой? Кто? О, мое имя доктор Стобарт и я намерен вывести вас на тернистую дорогу к выздоровлению. Доктор Монро говорил, что это неизлечимо. Вы слишком много времени проводите в постели. Вы уверены в своей квалификации? Поверьте мне. Что вы можете рассказать о Марке? В том человеке из отдельной комнаты. В ней лежал я, пока меня не вышвырнули, как паршивую собаку. Как вам няня Грэндель? Эффектная молодая леди. Эффектная? Она разговаривает, как вакуумный насос. Я не жалую. Женщина в регистратуре описала ее, как настоящее чудище. Но это просто неправда. Немного строговато, но это же ее работа, верно? В таком месте необходимо поддерживать дисциплину. Не знаете, что с Марке? Они не могут даже сказать, что со мной. А вы, доктор, что скажете? Это... об этом рано пока говорить. Я здесь уже три месяца. Так, и че тебе надо это? Позвольте измерить вам давление. Зачем? Я доктор, а это моя работа. По-моему, все в порядке. Вы неправильно делаете. Ну и хрен с тобой. Я зайду позже. И... А вот и этот хрен. Поговорим. Привет. Меня зовут Джордж Стобарт. Ах, вот как. Простой человек. Ты должно быть новенький. Ммм... Да, должно быть. Так кончай бродить и займись делом. Пенни, иди-ка сюда, мой мальчик. Это Бенуар, мой племянник. Можете присмотреть за ним? Он только что из медицинской школы. Не успеешь оглянуться, как он станет настоящим доктором. Держу пари. Покажите ему обстановку. Пусть увидит подлинное страдание. Окей. Эй, чувак, куда ты пошел? Привет, меня зовут Джордж Стобарт. Да, сэр. Так как тебя зовут, мальчик? Бенуа. Обычно меня называют Бенни. Бенни? Ну и ну. И ты не против? Я привык. Окей, Бенуа. Ты мне поможешь. Как скажете, сэр. Возьмите этот жгут. Спасибо, сэр. Что я должен с ним делать? Ну, не сломайте его, пока я что-нибудь придумаю. Так. Идем со мной, Бенуа. Следую за вами, сэр. Пошли. О, отлично. Вы не закончили измерять мое давление? Ведите себя спокойно. Вы растревожите остальных пациентов. Я успокоюсь, когда вы измерите мое давление. Сначала я посмотрю на Жака Марке. Почему он на особом положении? Потому что он заплатил деньги, да? Я вернусь, когда вы успокоитесь. Так. Эй, Бенуа. Да, сэр. Но? Прибор все еще у вас? О, да. И что же мне с ним делать? Испытайте его на Эрике Сопмарше. Окей. Так. Я доктор Стобарт. Бонжир, доктор. О Марке не слышали чего-нибудь? Он в карантине, док. Прямо за этой дверью. Его-то мне и надо. На вашем месте я бы туда не входил. У него сибирская язва. Я должен посетить моего пациента. Зачем? Работа. Надо проверить, дышит ли он. А что если нет? Зарегистрирую смерть и освобожу койку. Какое безучастное отношение к смерти? Я воспитал себя до почти божественной отрешенности. Вам идут белые одежды. Благодарю. Все тогда пропустишь? До скорого, офицер. Урвай, Ардог. Марке? Да. Я Марке. Я ждал вас. Меня? Послушайте. Чего же вы ждете? Кончайте с этим. Я не знаю, что мне делать с камнем. Лагмарнским камнем. Да, он у меня в кармане. Я думал, вы один из кашишинов. Я нет. Я никогда не обкуривался. Так, вас послали ко мне. Уф, да. Вы вряд ли способны сейчас на путешествие в Ирландию. Что мне делать с камнем? Передай его великому магистру. Как можно быстрее. Как можно быстрее. Скажи ему, что я нашел треножник. Здесь, в Париже. Он у тебя? Еще нет. Но о нем позаботятся. Я нанял пару ублюдков, склонных к мелким кражам. Не Гвидали с форточкой случайно? Ты их знаешь? Что до Клауснера он вернулся в Сирию в погоне за диким гусем? А в Сирии есть гуси? У него есть теория о местонахождении. На сегодня достаточно, месье Маркин. Что вы здесь делаете? Разговариваю с этим пациентом, разумеется. Месье Маркин мой пациент. Услышал бы об этом Герхаген, мэйер. Хорошо, я ухожу. Все, что мне нужно было узнать у Маркин, я уже узнал. Вот вы где, сэр? Вас-то я искал. Я починил ваш измеритель давления. Спасибо, Бенни. Что за шум? Такое впечатление, что у кого-то разрыв сердца. Все в порядке. Там с ним доктор. Вы уверены, что это был доктор? Да, месье. Он показывал мне визитку. Доктор Брайл. Стив такой не работает. Это самозванец. Дверь закрыта. Помогите, офицер. Оставайтесь на месте, господа. Здравствуй, Джордж. Я нашел Жака Марке. Он в состоянии разговаривает? Да, он разговаривал до самого последнего времени. Он мертв? Да. Хладнокровно убит лже-доктором. Какая мерзость. Какой сволочью надо быть, чтобы выдать себя за доктора и прикончить умирающего человека? Это хан? Нет, я не знаю, кто это был. Но наверняка не хан. Он удрал через окно. Ты когда-нибудь слыхала о Хаше Ашинах? Нет. Марке говорил, что это его самые заклятые враги. Его самым заклятым врагом был лже-доктор. Не напоминай мне о нем. Этот человек был ужасен. Дикие, вылупленные глаза, как у мертвой рыбы. Никогда больше не поверю докторам. Думаешь, это ассасин убил Марке? Вряд ли. Он мог прикончить его еще и в первый раз. К тому же, Марке узнал бы его. Его накачали транквилизаторами. Он не узнал бы и четырех апокалиптических всадников до тех пор, пока они не представятся. Так. Ты можешь присмотреть за камнем? Нет, Джордж. У меня появится и соблазн его продать. Дай-ка еще раз взглянуть на манускрипт. Так, а что мы тут могли пропустить? Ничего, наверное. Смотри. Это новоотражение. Так, это мы вроде все смотрели, да? Это между... На свитке мое... Так, тогда да. Поговорю-ка я еще раз с этим чудаком. Которым? Россо? Или сержантом Моэ? Или ты имеешь в виду Андре? Я сообщу тебе о результатах. Так. Может, в музее кто-то? Наконец-то. Отлично. Отлично. Прошу прощения. Вы не Андре Лобино? Да, это я. Хотите автограф? Нет, спасибо. Мне говорили, что вы могли бы помочь. Помочь? Меня зовут Джордж Стобарт. Каково ваше профессиональное мнение? Ну, ладно. Черт. Имя Монфасон говорит тебе о чем-нибудь? Конечно. Это было самое ужасное место в Париже до самой революции. Общественный туалет. Монфасон? Место казни тысяч людей. Мрачное светилище смерти с рядами арок один над другим. И в каждой выставлено на показ отвратительное зрелище. Обрывки гниющих тел, болтающиеся на свистающие веревки, пока вороны склевывают с них плоть. Это объясняет вид повешенных. Я нашел упоминание о Монфасоне в одной ирландской деревушке под названием Локмарн. Локмарн? Это не там, где Пигрэм вел раскопки. Именно там. Но он прекратил их еще до моего приезда. Ты хорошо знал Пигрэма? Не очень. Встречался с ним на конференции. Хотел поговорить поподробнее, до времени не было. Когда это было? Этим летом, в июле, кажется. Меня интересует твое мнение о манускрипте. Серьезно? Он у тебя с собой? Нет, он слишком хрупкий. И к тому же есть некоторые люди, которые ни перед чем не остановятся, чтобы наложить на него лапу. Как увлекательно! У тебя есть копия текста. Он короткий, только несколько латинских фраз. У меня есть надежда, что ты поможешь разобраться в рисунках. Не видя манускрипт, тяжелая задача. Скажи мне одну вещь. Что обозначает образ двух людей, скачущих на одной лошади? Тамплиеров, рыцарей храма. Что? На манускрипте стояла печать тамплиеров? Я бы хотел взглянуть на эту вещь. За манускриптом приглядывает мой друг. В Париже? Да, и даже неподалеку отсюда, если на то пошло. Дай мне адрес, и я непременно зайду, чтобы взглянуть. Не все так просто. Надо сначала посоветоваться с ней. Приятельница? Да, она женщина. Можешь рассказать мне о тамплиерах? Конечно могу, Джорджи. Солдаты, дипломаты, купцы, монахи, банкиры. Кого ни назови, тамплиеры были повсюду. Величайшая сила Царства Христова, Гвардия Христа. Да. Вот, в принципе, и рассказывается о тамплиерах, о том ролике, что я говорил. Поэтому, в принципе, вы ничего не потеряли. А откуда взялось название? От здания, в котором развещалось их начальство. Королевство Иерусалимское выделило им часть мечети на Храмовой горе. Там располагался когда-то древний храм Соломона. Члены ордена сперва назывались Рыцари Храма, а позже Тамплиеры Храма. Ты просто кладись информации, Андре. Рад услужить, Джорджи. Это подруга, у которой манускрипт? Ах, да, анонимная подруга. Она живет в доме 61 Парю-Жари. А-а-а, я ее хорошо знаю. Забегу при первой же возможности. А как они разбогатели? В их ряды был постоянный приток новых членов. Многие из благородных семей. Они должны были нести священный обет бедности, целомудрия и послушания. Так что их деньги, имущество и земля переходили в собственность ордена. Тамплиеры вскоре владели землями во Франции, Шотландии, Англии, Испании, по всей Европе, одним словом. Бедные рыцари Христа стали могущественнейшей силой в его царстве. Правда, что сокровища тамплиеров так и не были найдены? Кто знает. Мы так мало знаем о прошлом. Даже если их и нашли, то не стали предавать это огласке. Что ты имеешь в виду? Тамплиеры стали такой же легендой, как и Артур, король бриттов. До сих пор встречаются люди, утверждающие, что тамплиеры все еще существуют. Думаешь, это возможно? Нет, не на йоту. Думаю, ты знаешь, что треножник собираются выкрасть. Локманский треножник? Нет. И тем не менее, могу дать описание похитителей. Еще до того, как это произошло, я слышал, как они планировали акцию. Пустая трата времени. Треножник защищен сложной сигнализацией. Хорошо, но я тебя предупредил. А где располагался Мурфосон? На северо-востоке, возле канала Святого Мартина. Старую виселицу снесли во время революции. Почему бы тебе не спрятать треножник у меня для большей сохранности? Потому что тогда я больше его не увижу. Ты мне не доверяешь. Это не вопрос доверия, Джордж. Этому треножнику сотни лет, и он очень хрупкий. Понял. Ты никогда не слыхал о хашашинах? Конечно, слыхал. Радикальная мусульманская секта, чье название стало синонимом убийства. Образовалась в одиннадцатом веке в Персии, незадолго до крестовых походов. Примерно, когда и тамплиеры. Да, они дали нашему языку новое слово — ассасин. А откуда пошло название? Из легенды, окружающей их обряд инициаций. Юношу, желающего присоединиться к секте, окуривали гашишом, пока не начнутся галлюцинации. Он вдруг оказывался в изумительном саду, где было все, что только душе угодно. Свежайшая вода, изысканные блюда, ества на любой вкус и, конечно, девушки. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Круто. Может, знаешь адресок? Я еще не закончил. За этот глоток рая надо было заплатить. Ну и чем же? На следующий день юноша просыпался уже в нашем грешном мире. Ему говорили, что он заглянул в уголок рая, уготованного святым мучеником. Рая, которым он будет наслаждаться вечно, если вступит в секту, разумеется. Как ассасины действовали? Как я уже объяснил, новообращенные просто горели желанием умереть при случае за святое дело. Их обучали обращению с ядом, кинжалом и гримом. А потом великий магистр секты называл имя врага Аллаха. И они не останавливались ни перед чем, чтобы его устранить. Правильно мыслишь. Они были бесстрашны и безжалостны. Культ ассасинов сохранился до сих пор? Посмотри вокруг и сам скажи. Так, ну вроде бы все узнали у него. Спасибо тебе за помощь, Андре. Всегда рад. Нет. Месье. Нет, значит нет. Окей, окей. Так. Быстрей. Пора закрывать, месье Лубино. Уже как короток день. Для меня более чем достаточно. Я жду не дождусь, когда можно будет прийти домой и расслабить ноги. Эх, друг, до завтра. Спокойной ночи, месье. Хватит балдеть, недоумок. Шевели своей задницей и посвяти сюда. Просто. Что за... Кто здесь? Надо выбираться отсюда. Плохо. И я проснулся в полицейском участке. Хорошо, что удалось убедить Росса в моей невиновности. Бедный Джордж. Какая жалость. Я все испортил. Я так не думаю. Ты отлично сбил с толку этих двух жуликов. Да, но убийца скрылся вместе с треножником. Нет, он не скрылся. Не он один может ходить в клоунском костюме. Ты хочешь сказать, это ты украла треножник? Черт побери, я сражен. Эти гаврики чуть не перестреляли друг друга. Я хотел бы быть посвящен в твои планы. Мы же действуем сообща. А как ты ухитрилась нарядиться, как кошка в пантомиме? Не сердись, пожалуйста, Джордж. О, тысяча чертей. Не называй меня Джорджик. Я правда думала, что ты обрадуешься. Но в конце концов, мы же раздобыли треножник. А, кстати, мне нанес визит Андре Лобино. А, да, надеюсь, ты не в обиде, что я дал ему твой адрес. Нет, совсем нет. Было так мило снова его увидеть. Он был во седьмом небе, когда я показала ему манускрипт. Нечасто он так увлекается. Он сделал набросок рыцарьского креста, чтобы взять в музей. Думаю, он установит семейство, которому принадлежал крест. Надеюсь, что так. Так. Ну, вроде бы... Все. Я лучше вернусь к расследованию. Так, у нас новое место там не указано. Указано. Так, в общем, здесь мы остановимся. Так, что в следующей части мы узнаем, что такое манфосон. Поговорим с полицейским. Поговорим с клоуном, который шарики бросает. Так, что надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Приглашайте друзей. С вами был Денис Кочерга. Всем до новой части. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok